Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю, товарищи радиослушатели. Минское городское управление МЧС снова на связи. В студии Виталий Димбовский в эфире Минск чрезвычайный. Мы начинаем. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала текущего года столичные спасатели почти 2500 раз выезжали на пожары и загорания и более 1000 раз на другие ЧАЭС. На пожарах 9 человек погибло, 45 пострадало, из них двое детей. Более 200 человек было спасено и эвакуировано из опасной зоны. Подробности о происшествиях ушедшей недели прямо сейчас. Минск чрезвычайный. Понедельник 17 августа был спокойный днем, а вот 18 августа ночью на проезжей части по улице Жилуновича напротив дома номер 18 горел припаркованный Форд Транзит. Возгорание произошло в салоне машины. Грузовой автомобиль сгорел. Предварительная причина пожара поджег. Виновное лицо устанавливается. 19 августа в среду около двух часов ночи в службу спасения 101 поступил звонок о том, что горит здание по адресу улица Лынькова, 121. В указанном месте располагается неэксплуатируемое здание бывшей казармы военной части. Загорелись деревянные элементы кровли на площади 1000 квадратных метров. Огонь потушили только ближе к утру. Причина пожара устанавливается. Позже, около полудня, в торговом центре столицы сработала пожарная сигнализация. Подразделения МЧС оперативно привыли к торговому объекту. По предварительной версии на третьем уровне комплекса произошло короткое замыкание в электрощите. Опасность оказалась ложной и источник возгорания обнаружен не был. Изначально на место происшествия отправилось большое количество техники, поскольку это сложный объект с массовым пребыванием людей. Однако после того, когда стало ясно, что реальной угрозы нет, необходимость в их привлечении отпала. На время поиска источника пожара спасатели закрыли вход в здание. Минск чрезвычайный. Этим же днем в подвале дома номер 5 на улице Садовой при проведении сантехнических работ рабочие ЖУ номер 2 обнаружили предмет, похожий на противотанковую мину. Для его обследования на место прибыла саперно-перетехническая группа воинской части 54-48, после чего было установлено, что мина учебная. Эвакуация жильцов не проводилась. 20 августа в четверг в доме номер 6 на улице Жуковского произошел пожар. Огонь вспыхнул в однокомнатной квартире на четвертом этаже. Спасатели обнаружили в бессознательном состоянии двух пенсионеров, хозяйку и ее супруга. Как выяснилось, оба были в нетрезвом состоянии. Их доставили в больницу с диагнозом отравления продуктами горения. Пожар случился из-за непотушенной сигареты. 21 августа загорелся сарай напротив дома номер 10 на улице Пуховичской. Оперативно прибывшие работники МЧС в ходе разведки установили, что в сарае произошло загорание имущества. Вследствие этого начали гореть деревянные элементы кровли, и огонь перекинулся на крыши соседних сараев. Но спасатели оперативно потушили пожар, хотя и вызов поступил, когда уже полыхало несколько сараев. В результате возгорания повреждено имущество сарая, в котором начался пожар, а также деревянные элементы кровли еще пяти сараев. Предполагаемая причина пожара – поджог. Виновное лицо устанавливается. Минск чрезвычайный. В этот же день на Минской кольцевой автодороге в районе съезда к Ждановичам на улице Тимирязева в грузовом автомобиле загорелось сено. Сообщение о происшествии поступило около 9 утра. На момент прибытия подразделений спасателей в грузовом автомобиле МАЗ горело сено, уложенное в рулоны. Горящие рулоны были сброшены на землю и оперативно потушены. Сам автомобиль не пострадал. Вероятная причина пожара – занесенный источник, предположительно окурок, выброшенный из проезжавшего рядом автомобиля. 23 августа утром двухквартирный жилой дом номер 64 горел в переулке Алтайском. В результате пожара в двух квартирах испорчены домашнее имущество и отделка в комнатах мансардного этажа на общей площади 50 квадратных метров. Жильцы самостоятельно покинули дом до прибытия спасателей. Никто не пострадал. Предполагаемая причина – короткое замыкание электропроводки осветительной сети. Минск чрезвычайный. Позже, днем на пересечении улицы Янки-Купалы и проспекта Независимости случилось ДТП. На этом участке столкнулись легковые автомобили Toyota Camry 2009 года выпуска и Mazda CX-7 2008 года выпуска. Работники МЧС спасли из первого автомобиля 50-летнюю женщину-водителя, которую заблокировала в салоне. К счастью, женщина не пострадала. Ну что ж, вот такой была ушедшая неделя. До встречи в следующий вторник. Берегите себя и своих детей. С вами был Виталий Димбовский. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.